постелили так ты чё говоришь всем привет мои дорогие друзья подписчики моего канала мне так интересно сейчас стало снимать знаете почему потому что не всегда было интересно вы сейчас меня правильно поймите просто я сейчас записываю кружочки в телеграм-канале деревенский дневник очень многодетные мамы и меня там люди видят онлайн и они знают что я делаю боюсь ли я готовлю убираюсь еду куда-то с детишками там с коровками где я что я делаю они это видят постоянно потому что оля кружочки пишет с такой частотой что это вообще позавидовать можно как говорится вот например одни из последних кружочков телеграм канале моё мытьё в ванной вызывают столько интересных комментариев у психоэмоционально психоэмоционально неуравновешенных людей может мне это на ютубе заснять а что в конце концов ну как-то надо просмотр поднимать я просто честно я вот честно я так хочу по-доброму всяких хайповых названиях шоу-контентов а ведь что получается ну в общем вы поняли да так как это выключится а все выключила в общем видите как я помылась я была онлайн да то есть люди смотрели на меня в ванной не мне вообще был как бы знаете нормально комфортно у нас там такая дружественная обстановка в телеграм-канале если вы не подписаны подписывайтесь вход бесплатно вход бесплатно конечно мои дорогие друзья вы знаете прекрасно что олю можно смотреть 24 на 7 и вообще ничего не платить кто захочет тот задонатит сам вот я имею ввиду что конечно мне надо зарабатывать деньги безусловно это сейчас как и раньше особенно сейчас первоочередное становится такое скажем ну зарплата с ютуба маленькая яндекс зена тоже пока что ну как бы объективно да там сто с лишним рублей в день не алёшка стал немножко подзарабатывать тоже на яндекс зене тоже сто с лишним рублей в день женечка ночью капает капает по крошечкам денежка ну а вы когда подписываетесь на меня везде где только можно это тоже прибавляет мне доход и помогает мне кормить моих деток короче я пошла перерабатывать молоко потому что у меня там три по моему полных ведра нет четыре четыре в общем не уже помощник все плеш проел говорить давай давай быстрее перерабатывай мне бедра нужны и я начну сейчас сепарировать айда со мной мне кажется слово айда я начала говорить когда приехала надежда я хотя его знала это слово это его не употребляла обычно в общем я привезла ведь совсем недавно как они называются закваски со здоровье его это не реклама я просто действительно купила за двадцать лишним тысяч двадцать семь по-моему тысяч обошлись мне заквасочки и я их привезла для того чтобы начать варить сыр вот этот сыроварный сзади сейчас покажу вот она у меня тут накрыта такой вуалью я ее уже помыла собрала попробовала она работает все замечательно но сыр варить я сегодня точно мне не буду знать почему да потому что меня молока не хватает на всех все необходимые продукты чтобы их приготовить ну например сейчас у меня клиенты просят масло у меня его нет у меня просят творога у меня его нет сейчас все молоко которое я буду греть и сепарировать пойдет на вот эти продукты на сыр ничего не останется как-то так но я думаю что в ближайшее уже время все равно как-нибудь я выкрою 30 литров молока у меня сыроварня на 30 литров и все-таки сварю свою первую качету ох и да сейчас поставлю молоко греться и пойду за заберу из морозилки закваски покажу какие я использую эту выше не знаете что такое качета да или знаете знаете напишите в комментарии знаете что такое качет так еще надо холодильники будет помыть как всегда переработка молока совместно с холодильником так где у меня свежее молоко интересно неужели еще не принесся так и греем где мои большие кастрюли не поняли как будто меня тут не было будто бы я тут не было и тут их нету куда запрятались молоко чистое уже его процедили поэтому все нормально я всегда обмываю молочную посудину горячей водой и потом отношу поросяткам конечно здесь большая часть воды но также присутствует и молочный жир вот а еще поросятки наши пытаются сывороткой обратом пахтой и уже прилично выросли за этот месяц что живут у меня в хозяйстве представляю какую осенью будет классное мясо молодой человек вам ведра нужны ох и леонка лежишь такая довольная да да довольны да я знаю что как-то время быстро летит все уже пол восьмого непонятно ниша что у них есть ниша и сейчас мне еще парную принесут вот так я так искренне рада что вам не надоело смотреть переработку молока ведь я делаю одно и то же одно и то же так 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 иди сюда иди сюда здесь я уже заранее собрала осталось только докрутить его конечно нельзя собирать прям сильно заранее чтобы он прям стоял но я его вчера мыла вечером поэтому а и просушила да и и просушила самое главное поэтому я и чуть-чуть его собрала но не стала затягивать сейчас мы затянем и будет все окей далее сборка сегуратора так надо все постучать желательно одеть так вообще не надо и вот так 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 нет я сначала тряпочку сейчас постелю потому что все равно где то что то какие то капельки сразу впитаются так включаем все равно что разогнется минуту инструкция какая и вот в парное молочко спасибо большое козлятым, телятым это козье? а тогда его не в сепарирует тогда в холодильник а это козлятый Наливаем, сейчас наливаю парное молоко, чистая протяженность. Кстати, завтра планирую поехать за одноразовой посудой, потому что клиенты раскупают продукцию и одноразовая посуда тоже быстро заканчивается. Она подорожала и очень прилично. Полторашки раньше стоили чуть 6 рублей, потом 8-9. В одном магазине розничном по 16 рублей сейчас увидела, что и в обморок не упало. Я говорю, как же так? Такие цены. Так, молоко на сепарацию греется, с такой же температурой вливается в сепаратор, как парное, но может чуть потеплее я делаю. Потому что молоко жирное, очень жирное. И сейчас сливки желтые-желтые. Сливки желтые. Заканчиваются у меня полторашки. Я упаковками беру сразу большими. И перед использованием я их обязательно кипяченой водой мою. Потому что я думаю, что они с завода приходят не стерильные. И упаковка у них очень такая сомнительная, грязная. И плюс молоко так дольше будет храниться. Сливки желтые. Сливки желтые. Сливки желтые. На то, чтобы просто даже ухаживать за всеми агрегатами. Мыть ведра, мыть технику, мыть холодильники. Так, а тут у меня козье молоко. Тоже собираю его на сепарацию. Мои клиенты распробовали козье. И вот коплю хотя бы пару ведер. Надо на сепарацию собрать козье молоко и сделать козье масло. Не зря я все-таки придумала эту систему пробников. Хотя я ее не практикую каждый раз. Но я дала своим одним из первых клиентов попробовать козье масло. И они теперь его заказывают. Так, я знаю. Я сейчас дошла до морозилки, в которой стоят супы. Которые я готовила чуть ли не месяц назад. Я знаю, многие из моих зрителей интересовались, как эти супы едятся. Закончились они или нет. Хочу похвастаться тем, что из них Надежды готовят. И с макаронами, и борщ. Их уже осталось совсем чуть-чуть. Сейчас покажу. А вот столько у нас осталось. Всего-то ничего на пару раз. Поэтому скоро я буду варить супы впрок опять. Хоть меня и ругали, на чем свет стоит, что я кормлю детей замороженные супами. Ну, во-первых, мы, конечно, все равно готовим свежие. Светочка приезжает, свежие варит. Ну, и Надежда варила. Вот. Я буду готовить замороженные продукты, полуфабрикаты. Потому что у меня сейчас Надежда уезжает. И следующая помощница, если дай бог, она приедет вообще. Если все сбудется, как загадано. Вот. Мне этот период тоже надо как-то пережить. Потому что это всегда сложно, когда я лишаюсь дополнительных рук взрослых. Вот. Хоть сейчас и лето, и дети гуляют, бегают. Но они не могут быть предоставлены сами себе. За ними нужен присмотр. Особенно за самыми маленькими. И когда я работаю, например, на кухне или развоз молока осуществляю, мне нужен человек, который будет за ними смотреть. Ну, а сами понимаете, если я остаюсь одна, то готовить, заниматься развозом, переработкой, с детьми, с монтажом, съемками. Ну, это просто что-то из области фантастики. Хотя и такое у меня тоже бывает. Так, я вам обещала, что мы с вами сходим, заберем закваски, да? Но я сейчас, наверное, попрошу помощников все-таки это сделать, чтобы он принес мне из Ларе. А с другой стороны... Нет, я, наверное, все-таки туда сама дойду. В Ларе посмотрю, сколько у меня вообще мяса осталось. И что-нибудь положу на разморозку, чтобы завтра, послезавтра начать готовить замороженные супы на месяц. Кто там? Мама, у меня ничего не хватает. Не хватает? Слишком мало тебе дала? А сколько надо-то? А у меня нету. Ты что там собралась покупать, Матронушка? Нет. А? Я хотела купить себе крабика. Крабика? Да. Давай завтра с тобой сходим в магазин, ладно? Я уже большая. Нет, я понимаю, что ты большая и ходишь в магазин. Просто у меня пока денежек нет, я еще не заработала. Пойдем. Пойдем, поросяткам дадим покушать. Яков, пойдешь за мной? Да. Пойдем. 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 Откроешь мне калиточку, я поросяткам вылью. Пойдем, мой хороший. Вон, видишь, мама им что несет, вкусняшку. Пойдем. Да? Держи, помогай мне. Помогай. За ведерко держись. Вот так. О, молодец. Вот это помощник растет, настоящий мужчина. Крепкий, сильный. Танк. Танк у тебя там валяется. А это кто? Курочки. Да? А где наши хрюшки? Та-та-та. Та-та-ра-та-та-та-там. Ха-ха-ха. Уху. Класс. Уже восемь часов. Так вот время летит. Очень быстро. Так. Еще одна партия молока. И все. Так. Открываем. Заказывала доставкой на Озон. Сайт я уже говорила. И да, здесь помимо заклассок еще формы. У меня как бы формы есть, но они маленькие. Я хочу готовить больших. Ох, каких. Класс. Да. Яков, я понимаю твои эмоции. О, какие. Не помню, насколько это килограмм. Хе-хе-хе. Сразу все забыла. Так. И здесь вот. Еще вот такие. Смотрите, какие головы будут классные. Сыр. 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 Конечно. Вот. Сейчас я вам еще конкретнее покажу закваски. А пока что порадуйтесь за меня. Потому что я очень рада. У меня уже вот просто. Дайте мне еще, пожалуйста, корову. Лучше двух. Я сварю вам сыра. И на продажу. И для детишек. Так. Смотрим, что у нас тут осталось. Это, конечно же, фермент. Видите? Сразу большая бутылка. Вот. Я предпочитаю все-таки жидкий. Мне так удобней. И вот он. Клеричи. Клеричи. Жидкий фермент. Здесь 96% телячьего химозина. И пепсина всего 4%. Это, кстати, очень важно. Некоторые, конечно, готовят на растительных ферментах. Но я все-таки предпочитаю телячий химозин. Далее. 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 Самое-самое интересное. Какие же термофильные закваски я использую. Дониск. Дониска. И где-то там еще должна быть защитная. Да. Тоже клеричи. Защитная. Ну, хорошо созревает. Долго хранится. Тоже защитная. Господи. Я никак не могу выговорить. Бактериальный концентрат. Ничего там такого страшного нет. Никакой химии, естественно. Все это в пределах нормы. Что-то мне такое положили интересное. А? Свою рекламу. Ну, мне это бесплатно не обошлось, к сожалению. Вот чек. Двадцать семь тысяч сто девяносто четыре рубля. Вот скажите мне теперь. А почему вы мне пишите комментарии, что у меня высокие цены на молочную продукцию? Почему вы считаете, что молоко в полторашке должно стоить дешевле, чем сто двадцать пять рублей? Или почему я его там продаю? Ну да. Или творог должен стоить не триста рублей за килограмм. Сколько это должно стоить, чтобы я заработала и вы были довольны, и коровы окупались и приносили доход? Слушайте, давайте я уже правду скажу. Мне, честно признаюсь, проще вылить свиньям, чем продавать задарма свою продукцию. Я считаю, я и так дешево продаю. Учитывая цены на расходный материал, на вот эти все ферменты закваски. Да на все. Условно даже ферри стоит денег, понимаете, чтобы все это поперемыть. Соду тоже надо купить. Все надо купить. А те люди, которые мне пишут в комментариях, Оля, да у тебя вообще все бесплатно и молоко, и мясо, и яйца. Ну, заткнитесь, ради бога, потому что вы какие-то странные люди. Вы очень тупые, что ли. Вы заведите себе хоть одну курицу и посмотрите, сколько это будет стоить в месяц. Ну, курица, ладно. Курица, может быть, себе червячка найдет. Правда, зимой все равно ее придется кормить. Извините, что я сейчас грублю, возможно, да, и настроение мое почему-то начинает портиться, когда я об этом говорю, но мне очень обидно, очень обидно, что мы с вами обесцениваем деревенский труд, деревенские продукты и все, что готовится руками человека. Ведь у нас здесь не ферма, где готовят всякие машины, и работает куча народу, и здесь такое производство. Нет, я готовлю это все своим деткам. Вот, кстати, мне здесь мясо принесли в двух тазах, так что следующая серия будет замороженной супы. Ладно, не буду долго разглагольствовать на эту тему. Почитаю лучше ваши комментарии, которые вы напишите, я надеюсь, под этим видеороликом. Не забудьте поставить лайк, подписочка. Яндекс.Дзен. Для вас пишут статьи, мои дорогие. Все, заходите в описание, вся информация там. И до новых встреч. Пока-пока. Пока. Ах, ложечки металлические, как я про них мечтала. Хотела металлические, получила металлические. на ну ну он он